Приветствую вас! Читая ваш текст, я заметил в нем некоторые несостыковки, скажем так. Несостыковки эти, по моему мнению, связаны с запросами, которые вы, как бы это сказать, ну, наверное, чередуете. То есть вы чередуете свои запросы, начиная с того, что спросите, как вернуть мужа, из чего мы делаем вывод, что у вас, ну, какие-то, знаете, семейные проблемы, может быть, да, ну, всякое бывает в жизни. А заканчиваете вы тем, что говорите, как ему вообще помочь, что можно сделать, как можно ему посодействовать тому, чтобы он обустроился в жизни и так далее. Здесь вот наблюдается, ну, на мой взгляд, такая тенденция к смещению, я бы сказал. Ну, смещение именно направлений того, чего вы хотите сами. То есть, если, например, вы хотите, допустим, именно вернуть своего мужа, то для этого нужно просто дать ему то, чего он хочет. А именно он у вас хочет того, чтобы на него не давило постоянно, например, тяжким грузом ответственность за содержание, значит, семьи, жилья и так далее, да. На мой взгляд, это довольно очевидная вещь, которая не нуждается в каком-то толковании или в каком-то пояснении и так далее. То есть, на мой взгляд, это очевидно, совершенно. Другое дело, что вы, как бы, все равно продолжаете его любить, и несмотря на то, что ваш муж, очевидно, не очень-то хочет, не очень-то горит желанием, не очень-то жаждет, я бы даже сказал, работать, не очень горит желанием как-то обустраиваться в своей жизни, а вы, несмотря на это, все равно его любите и все равно хотите что-то сделать, чтобы он был с вами, как-то ему помочь. И вот здесь у меня закрадывается мысль, а не зависимы ли вы от него, не нуждаетесь ли вы в нем чрезмерно сильно, ведь вы же понимаете сами, что решать мужские проблемы – это как-то ненормально. И заметьте, что вы сами об этом сказали. Вы сами сказали о том, что это ненормально. И я полагаю, что в этом вы правы. Но, тем не менее, вы хотите человеку помочь против его воли. Помочь человеку против его воли, как и сказала моя коллега, невозможно. К сожалению, для этого нужно его желание, для этого нужно, чтобы он хотел этого, для этого нужно, чтобы человек, значит, как-то стремился к тому, чтобы что-то в своей жизни наладить. Если он этого не делает, то, боюсь, что невозможно как-либо ему помочь, кроме того, что его мама, она так или иначе будет на него давить, она будет на него как-то влиять. И из-за того, что она на него влияет, даже если он захочет что-то сделать, даже если у него появится стремление что-то делать, то все равно, как это видится мне, все равно у него это, скорее всего, не получится, потому что мама будет постоянно напоминать ему о том, кто он, и, значит, постоянно будет ввергать его в это состояние, когда за него, например, могут, допустим, все решить. И здесь, опять же, вам нужно самой постараться сделать для себя выбор. Какой выбор? Довольно простой. Либо вы, значит, принимаете мужчину таким, как он есть, потому что вы сказали, что изначально не придавали значения тому факту, что, значит, он там постоянно имел проблемы с работой. Вы сказали, что не придавали этому значения. А раз вы не придавали этому значения, значит, мужчину вы уже таким приняли. Пусть это и не так, но, тем не менее, вы приняли в итоге, значит, как я уже сказал, он считает, что вы его таким вот принимаете, и таким вы уже его видите, и по-другому он, ну, вести себя не будет. То есть, он считает, что вот у вас уже сложился его образ, и, соответственно, что-то делает, да, для того, чтобы изменить ваше мнение о нем. Он, ну, не видит смысла, потому что вы взяли вместе и так далее. Ваша же, в свою очередь, ошибка была в том, что вы, ну, как бы, жили сперва с одними родителями, потом с другими родителями, и, собственно, это вот привело к тому, что у мужчины, если был какой-то стимул, если был какой-то вначале стимул к тому, чтобы, ну, чтобы что-то для вас делать, да, чтобы как-то вот, ну, налаживать вашу жизнь, да, то сейчас у него такого стимула явно нет, и он не верит в то, что вы вообще сможете построить там какие-то хорошие отношения, которые вы привели к тому, что у вас бы все наладилось. Вот. Ну и, плюс ко всему, у мужчины достаточно, достаточно развитый интеллект, чтобы понимать, чтобы понимать, как обстоят дела и понимать, что, ну, вот, он не очень-то хорошо, не очень хорошо он тянет на человека, который является классическим, а самое главное, нужным, надежным партнером в отношении. И он поэтому говорит вам, чтобы вы от него уходили и искали другого более достойного мужчину. Здесь, я полагаю, он абсолютно прав, и в этом нужно его только поддержать. Другое дело, что немного странно выглядит ваша фраза о том, что вот он не борется за семью и, в общем-то, ничего для этого не делает, но он и не будет делать, потому что это не тот человек, который может что-то делать, это не тот человек, который будет бороться за семью, это не тот человек, который будет предпринимать какие-то активные действия, если вы видите, что у него среднее образование, если вы видите, что он постоянно уходил со своих работ, и везде его что-то не устраивало, да, везде ему что-то не нравилось. Ну, соответственно, вы же понимаете, что этот человек с определенными взглядами на жизнь, и переделать его, поменять его, ну, это невозможно практически, практически, вот. Тем не менее, тем не менее, тем не менее, вам нужно решить, что вы будете делать, вам нужно решить вашу стратегию поведения, вам нужно решить что-то со своей жизнью, думать, как она будет дальше строиться, а если вы хотите вернуть его мужик, то у вас вопрос, зачем? Для чего? Если вы любите человека, то вы делаете ему счастье, а ему счастливее жить так, как он живет сейчас. То есть, с мамой, под ее ответственностью, не отвечая за себя. Но если вы любите его, то дайте ему возможность счастье так, как он хочет. Если вы не можете, если у вас не получается, значит, он вам для чего-то нужен. Значит, у вас к нему есть потребность. Вот и постарайтесь подумать, что это за потребность быть именно с ним, с этим человеком. Почему вы хотите быть именно с ним, что удерживает вас именно с ним, и какого мужчину вы хотели бы видеть рядом с собой. И почему этим мужчина, этим вот тем, что он рядом с вами, да, должен быть, по вашему мнению, обязан только своей активностью. Ирина, я думаю, что вы получили достаточно большое количество рекомендаций в совершенно одном направлении, направлении о том, что молодой человек не ваш. Но, помните, пожалуйста, момент, что вы с ним встретились, вы с ним поженились, вы с этим человеком связали свою жизнь. Не про то, что у вас совершенно другие взгляды, совершенно другие требования, и эти требования как бы не подходят вашему мужу. Вот такая вопрос, что заставляет вас требовать от человека того, что он даже вам не может. Подумайте об этом, и я думаю, что если вы захотите поговорить об этом более подробно, то можно будет вам выбрать эксперта, любого, который понравится, и проработать с ним данный момент. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, или если вам что-то непонятно в моем ответе, пишите в личку, буду допомочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!